Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Бытие», обратимся к 37-й главе. 37-я глава повествует уже о следующем, получается, четвертом поколении на следующем завет и благословение, которое было дано Аврааму. И здесь идет рассказ об Иосифе, одном из младших сыновей Иакова, значительно моложе, чем его братья. И в целом рассказ обычно читается и в художественную литературу входит в систему образов, как рассказ о том, как такого прекрасного в юноша полуангельского вида, значит, его братья ни с того, ни с сего угнетают, продают и так далее. В конце концов, ну, культура свободна использовать образы так, как ей этого хочется, но и в теологию Иосиф, в общем, попадает как такой, ну, не скажу чистейшей прелести, чистейший образец, ну, в общем, его называют Иосифом прекрасным, все такое прочее. Скорее всего, это свидетельство того, как мы невнимательны, потому что начинается этот рассказ с того, что Иосиф 17 лет пас скот отца своего вместе с братьями, будучи отроком с сыновьями Валлы и Зелфы, и доводил Иосиф худые о них слухи да и Израиля отца их. Вот. То, что в детском саду называется ябеда. Ну, по-видимому, там вполне бытовые ситуации, вряд ли уместно будет говорить доносчик или стукач, ябеда, который доносит отцу худое о своих братьях. На этом основании я бы сказал, что уже можно так поосторожнее использовать в богословии историю про Иосифа. Израиль любил Иосифа, более всех сыновей, и дал ему разноцветную одежду, и братья увидели, что отец любит его, более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И тут, в общем, не уточняется, то ли возненавидели они его из ревности, что отец любит его сильнее, то ли за доносы, за то, что он все время что-то такое рассказывает о своих братьях, отцу, самый младший и самый противный. Вот. Тоже, как мы можем с вами убедиться, поведение далекое, небезупречное, этически. В конце концов, в обществах деспотических, архаичных и менее архаичных, но оттого не менее деспотических, все-таки культура относится к доносительству с презрением. И редко где и когда может почему-нибудь быть по-другому, и для большинства человечества это шокирующий факт. Вот поэтому нам очень легко понять, как братья могли возненавидеть этого самого Иосифа, якобы прекрасного стукача. И почему реально, действительно, у них есть основания его ненавидеть? Не идеально все. Все не идеально. Все, что не по прямому указанию Бога, все оказывается повреждено. Даже вот этот самый Иосиф, якобы прекрасный, и братья его, которые должны вроде бы унаследовать благословение отца своего. Мало того. Иосиф видит сон, и один сон, и другой сон. И вы уже посмотрите этот сновидец. А во снах у него все одно и то же, что он будет объектом поклонения в центре для всех своих братьев, для отца и матери. Вот снопы ваши стояли кругом и поклонились моему снопу, когда они там, значит, жали. Или вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне. И отец его уже бронит. И говорит, что еще ты за глупости какие во сне видишь. При этом заметьте, да, что он не промолчал, рассказывает всем эти сны. И говорит, вы все будете мне поклоняться. И вот тут братья его говорят ему, ну неужели ты будешь царствовать над нами? В предыдущей главе говорилось о царях, которые царствуют у сынов Едомовых раньше, чем у израильтян. Здесь, на самом деле, условно скажем, от Иосифа до Саула, первого израильского царя, еще как до луны пешком, чуть не полтысячелетия. Ну вот почему-то, совершенно выпадая из контекста, это упоминание о царях Едома, которые были раньше, ну, конечно, раньше, чем у израильтян цари. Вот оно здесь оказывается нужным, потому что клан потомков Исава, уже разрастающийся в целую совокупность идумейских племен, вот он более или менее централизуется, здесь устанавливается единоличная власть. Что достаточно обычно для этого региона и для этой эпохи? Здесь никаких других форм организации социума и знать не знают. Здесь либо фараон, либо царь, либо, в лучшем случае, верховный жрец. В любой самой маленькой народности. Тут все нормально. А в Израиле не совсем так. И он говорит, ты еще будешь над нами царствовать, при том, что он еще и самый младший. Для автора и составителя важно заметить, что в отношении к власти людей друг над другом Израиль отличается от всех остальных народов. Даже от такого близкого, как Эдом. Ну, может быть, да, в эпоху составителей уже формулируется там мысль, которую запишет экклезиаст, говоря, всегда, когда человек властвует над человеком, во вред ему. Ну, во всяком случае, в своей среде, так сказать, среди родных Иосифу царствовать совершенно неприлично. И сама постановка вопроса иерархии власти внутри этого родственного клана выглядит нелепо и вызывает протесты. Теперь во второй главе братья начинают, простите, во второй половине главы, конечно, братья начинают действовать и договариваются. Сначала они думают решить проблему попросту, как они только что решили проблему с схемой. Взять и убить этого самого брата. Когда Израиль посылает его к братьям, чтобы проведать их и выяснить, как там у них сельскохозяйственный сезон проистекает, они стали умышлять и сказали друг другому, вот идет этот сновидец, давайте убьем его и бросим в ров. И один из братьев, Рувим, который, между прочим, тоже не образец высокой нравственности и милосердия, как мы видели в предыдущих главах, говорит, нет, не убьем, не проливайте крови, не налагайте руки на нее. Вот давайте его лучше там бросим в ров, и не мы будем решать эту судьбу. Вот, оказывается, это важная такая постановка вопроса, кому принадлежит жизнь, убивать или не убивать. Когда речь идет о родственнике, о собственном брате, нет, давайте не будем убивать, говорит Рувим. Ну и тут кому-то приходит в голову идея продать Иосифа, проходящим мимо, купцам, что они и делают. И, соответственно, его продают измаильтянам, руки наши не будут на нем, и когда купцы, значит, увели Иосифа, там еще братья его, зарезали козла, испачкали одежду кровью, Рувим пытается найти его, не находит, и приходит с печалью, с печальной вестью, к Иакову. Вот такая вот история. И снова, зачем? Зачем нам ее рассказывают? Вернее, зачем ее рассказывают первому читателю в ранней, послепленной эпохе? Что мы с вами будем читателями этой истории? Составители, понятное дело, в расчет не принимали. Ну и, видимо, здесь оказывается важным, такой важный оказывается такая зацепка для следующего сюжета. Автор на протяжении нескольких следующих глав будет рисовать такую картину симметричную, где Иосиф выжил только потому, что прозвучало в этом контексте из уструима упоминание о том, что не надо проливать кровь, тем более родственную кровь. Не надо налагать рук. Вот некоторое божественное повеление не убивать. Еще не в той явной форме, как в десяти заповедях, но все равно это появление в пространстве, в воздухе событий напоминания о том, что Бог не дает нам права власти над чужими жизнями и над своей тоже. Нельзя. И вот дальше этот Иосиф, проданный, уведенный и так далее, он будет источником выживания, пока рано говорить, спасения, выживания для всех остальных участников этой истории. И наоборот, они, которые не хотели отдать ему ни первенства, ни тем более власти, ни почета, ничего, они окажутся у его ног униженными. Вот такое сплетение судеб, где только правда Божья в конечном итоге ведет это все к относительно правильному счастливому концу. Субтитры создавал DimaTorzok